Сегодня вы узнаете о крупнейшей хищной бронированной рыбе Девонских морей, которая может быть жива и по сей день. Наверное. Давайте для начала разберемся, кто это такой. Дунклеостей – вид вымерших панцирных рыб, который был крупнейшим хищником Девонских морей 360-380 миллионов лет назад. Их окаменелые останки находят по всему миру – Северная Америка, Бельгия, Польша, даже в Марокко. Хотя в виде окаменелости сохраняется только бронированная метровая голова, так как его скелет, как и у других представителей класса плакадером, состоял из хрящей, а не из настоящих костей, и поэтому сохраняется только бронированная голова. Ученые дают примерный размер дунклеостея в 5-6 метров и вес в одну тонну. Дунклеостей назван в честь американского палеонтолога Дэвида Данкла. Дэвид Данкл – кость с древнегреческого астеос, данклостеус, или же, как на русском, дунклеостей. Дунклеостей относится к примитивным панцирным рыбам – плакадермам. Голову и переднюю часть туловища защищал прочные панциры, а вместо зубов у него были острые костные пластины. Из-за бронированной головы дунклеостей был плохим пловцом, но обладал невероятно интересными челюстями. При изучении биомеханической компьютерной модели челюстей дунклеостея определили, что он обладал четырехзубчатым механизмом сцепления для раскрытия челюсти, что помогало ему развивать давление в 600 кг на квадратный сантиметр. Это сопоставимо с укусом крокодилов. Но у него есть еще одна суперспособность. Дунклеостей мог открывать рот за 20 мс, а полный укус завершал за 50-60 мс. То есть он мог открыть и закрыть челюсть за 0,05 секунд. И все это еще с силой сжатия в полтонны. Просто невероятная челюсть, в которую можно влюбиться. Его челюсти прекрасно подходили для раскусывания членистоногих, раковин аммонитов и панцирных рыб. Останки дунклеостея часто обнаруживают рядом с пережеванными костями. Предполагается, что он, подобно остальным панцирным рыбам, отрыгивал те кости, которые не мог переварить. Прикол в том, что в то же время, в Девонском периоде, жил и Коэлла Кант. Ведь рыба, которая не вымерла и существует до сих пор. Они встречаются редко, но их можно найти у побережья Африки и Индонезии. И тут сразу вопрос. Так почему же вымер дунклеостей, а не Коэлла Кант? Или же дунклеостей до сих пор жив? И сразу давайте делать мистические видосы о том, что дунклеостей жив. Давай-давай, вперед. Ведь на самом деле все очень просто. Примерно во время его исчезновения, уровень кислорода в океане сильно упал. Это означает, что такие крупные рыбы, как дунклеостей, которые нуждаются в этом кислороде, не смогли выжить. В отличие от намного более мелких Коэлла Кантов. Это массовое вымирание убило от 79 до 87% всех морских видов, в том числе из дыровика дунклеостея. И после этого процветала лишь мелкая рыбешка. Именно тогда позвоночные начали выходить из воды на сушу. И началась эта эволюционная гонка именно на суше. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И как всегда помните, думать полезно. И кстати, хочу устроить небольшой интерактив. Присылайте свои видео с цитатой «Думать полезно». И самые крутые из них я вставлю в следующее видео вместо своей фразы. Так что давайте вперед, я вас верю. Также не забывай, что в описании есть ссылка на мою группу ВКонтакте. Там мимо динозаврами, там смешно, там интересно. Ну и все-таки надо же в конце сказать, что думать полезно.